Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Где доказательства жизни после смерти? Ведь оттуда никто не возвращался. Нам известно из песен и баллад, что под сердцем матери сидящие близнецы, ведущие между собой дискуссию, резонно возражают друг другу. Один оттуда никто не возвращался, и покинув мать, мы уже ничего не увидим. На том и закончится наша жизнь, а другой еще более резонно верит в то, что только тогда все самое прекрасное и начнется, когда закончится срок необходимого заключения под сердцем уже любимой мамы, еще невиданной своими носимыми во чреве детьми. Но после родов есть возможность их уже не на каком-то аппарате, просматривающем с помощью волн содержания материнского чрева, а уже воочию увидеть маме детей, а детям маму. Так и разговоры о том, будто пшеничное зерно, упав в землю и разложившись, будет мертво, и не увидим мы никогда колоса, исходящего из этого зерна. Лучше бы ему было окаменеть в виде маленького камня, камушка, чем разложившимся надеяться на то, что из него зайдет новые колосья, зайдут новые зерна. Видим даже по этим житейским примерам крайнюю неосновательность, мнение о том, что воскресения мертвых не будет нам, конечно же, достаточно евангельского свидетельства и, прежде всего, воскресения Христа Спасителя и прежних воскресений, которые были в его милости совершены. И воскрешение праведного Лазаря, и девочки 12-летней, и сына вдовы из города Наина, исходящей с погребальной процессией, остановив которую, Господь вернул матери живым и здоровым ее умершего ребенка. Конечно же, Евангелие не склонно что-либо преувеличивать или придумывать. И воскрешение Лазаря сообщает нам Церковь, прежде крестной смерти, уверяя в своем божественном достоинстве, Господь ради укрепления веры в учениках своих воздвигает от гроба четверодневного Лазаря. Не доверять Евангелию нет у нас никакого основания. Мы знаем, что на вере в Христово воскресение оно и основано. И благая весть, именно так переводится это слово Евангелие, именно в этом и состоит. И нечем было бы порадовать человечество апостолам, если бы не подлинность их общения с воскресшим Христом Спасителем, которого некоторые из них погребали и закутывали в плащаницы, и пропитывали эти плащаницы маслом благоуханным, а потом увидели их праздными, то есть пустыми, доказательства того, что подлинно в них был завернут мертвец, но этот был тот труп, которому надлежало собраться орлам, то есть людям, способным в духовной жизни, возжелавшим эту жизнь, и открывается она верой во Христово воскресение, в тот труп, который новоистину ожил, явился своим ученикам и по истечению сорока дней своего с ними пребывания вознесся на небо, явив очевидно для всего человечества то, что теперь человеческая природа вознесена к самому Богу, и приобщаясь к жизни во Христе, мы приобщаемся к вечной жизни при Святой Троице. Как не веровать в воскресение? Из естественных примеров возрождения жизни на земле и из сверхъестественных примеров служения Бога человека во время его земной жизни и образ самого Христово воскресения являют для нас веру в воскресение несовершенно неизбежной. Мало того, апостол Павел говорит, если кто веры в будущую жизнь не имеет, таковы хуже язычника и несчастнее его. Язычники во всяком случае не отказывают себе ни в чем, что доставляет им радость временной жизни. А тот, кто, не веря в воскресение, совершает какой-то путь самоограничений, тот неизбежно лишает себя и земных радостей, и вечных радостей. Именно вера в воскресение Христово делает нас христианами. Мы принимаем крещение, потому что стремимся жизнь свою сокрыть во Христе и со Христом, как трижды скрываемся под водами святой купели, и потом выйдя из нее, начать жить уже как убежденными в истинности Христового воскресения вместе с воскресшим, всегда за Ним следуя, всегда Его исповедуя, всегда с Его волей сообразуя свои и расположения сердечные, и дела земной жизни для того, чтобы быть участниками Его вечного воскресения, Его вечной жизни. Так что нет хуже состояния, нет хуже поморочения, чем не веровать в воскресение. И жизнь после смерти является нашим главным предназначением, вершиной нашей аксиологической пирамиды, то есть системы ценностей. Ради этой вечной жизни мы проводим нашу иногда многотрудную, временную, и великое благо никогда не упускать из зрения собственного сердца эту всесветлую перспективу. Ибо прав Иоанн Златоуст, который говорит, что нет такого труда, который не показался бы легчайшим в связи с надеждой грядущего воздаяния. Так вот, если мы веруем в воскресение Христово, а значит и свое, то не будет такого труда в жизни и таких трудностей, которые мы с легкостью и радостью, с Божьей помощью бы не преодолели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok